Добрый день! На связи М.Кабацкий. Сегодня мы начнем с вами проходить второе DLC к Мафии 2, а именно Джимми с Вендеттой или Месть Возмездия Джимми. Ну а если вы еще этого не сделали, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите все уведомления, ну и конечно же приятного просмотра, не забывайте писать комментарии. В описании есть ссылочка на полное прохождение Мафии 2, предыдущего ДЛС, вот кстати 100% на высокой сложности, почти миллион очков, ну а теперь настало время Джимми Вендетта. Вот нечестно тоже непонятно, первое DLC оно у меня такие смешанные ощущения вызвало, подробнее смотрите конец прошлой части прохождения, где я все это рассказывал. Ну в целом, раз выпустили вторую Джимми, значит это скорее всего либо пользовалось спросом, либо разработчики видели какой-то потенциал, вообще Джимми как бы нонейм в истории никак не встречающийся в оригинальной. И тут аж целых 34 миссии, еще больше заданий будет, и плюс тут ачивочки потом добавляли. Наша задача полностью пройти DLC, получить все достижения, ну и в целом вот как-то так. Так, проходить мы будем тоже на высокой сложности, хоть это тяжело, честно вам скажу, и тут вроде не требуется сложности, попадание в битзобак вызывает взрыв машины, ух, а мы этого не знали. Ну ладно, что ж там с Джимми-то в терячке произошло? Дикт. Не всегда так было. Я был в общем отличным парнем. У вас проблема? Зовите Джимми. Беда? Зовите Джимми. И что я с этого поимел? Пятнадцать лет среди ребят, которые готовы сосать друг у друга за пачку сигарет. Скажем так, я был в общем. Убирал дерьмо за ребятами, у которых не хватает ума самим подтереться. А потом меня самого потерли. И как я раньше не догадался. Скажем так. Бульк. с другой стороны у меня было время подумать кому стоит сегодня сегодня будет отличный ну блин ладно спокойно просмотра задания я в карцер я не участвую я не хочу проходить это доме за отстаньте от меня ну ладно да и такая шаров и уху даже карте работа числе еще задание да в бане задание где тут тюрячка я хочу в душевую чтоб там кто-то моего уронил здорово чё как оба ладно пацаны извлекайтесь как-то слишком хорошо сейчас или никогда тюрьма охвачена бунтом воспользуйтесь возможностью сделайте ноги только быстрее бейте бегите со всех ног и вы снова обретете свободу избегая избейте охрану бегите с тюрьме ok ну хоть какое-то разнообразие избейте охрану а ну-ка-ну-ка избить охрану нельзя ладно вы бежать-то мне не подождите я не не догнал верши все проверил тут все закрыт а ну что она открывается а окей все пацаны из полиции а кто дверь то не открыл и почему он не открыл дверь это типа обучение дракам если мы забыли как драться ну ладно это не выглядит сложным как в предыдущем dlc я очень надеюсь и и уповая на то что он хотела будет адекватная сложность не как там декторы задания пошли 7 раз перед проходишь мы обеззрели противника когда вы расправляете с врагом получаете очки помнить что за убийство мирных граждан и полицейских очки не полагаются так не ждали только что за убийство полицейским сами себе противоречить и нелогично это было ну ладно здорово то что такое давай получай если убиваете несколько врагов подряд и получаете бонус размножения умножение чем больше врагов убито подряд тем выше бонус умножение он создажение блин это звучит весело дышь чем все хоть драться хотите он фу панда не кстати локации все взяли из оригинальной игры но это очевидно тоже терячка вот на реально во всех тех же местах бываем ведь индикатор бонус на время верхней правом углу экрана чем быстрее вы закончите задание тем больше получите бонусных очков если время выйти задание быть правом по моему все тут нет тоже никакого нет ни журнальчиков ничего вообще сюда надо никуда идти то сюда а что там было не показалось там буквы не какая-то кнопка планер показалось ну ладно если что я знаю читал что есть журналы коллекционные в кажется в джиме вендетти оба а что так можно было а что так можно было подождите мы сейчас выйдем в терячку как в этом где-то не зеленые мили где там ползли и по канализации мне нравится костюмчик консервативно да а что реально вот так можно было просто взять открыть решетку избежать дофига вита сидел столько-то он тоже так бы сбежал бы и все первый шаг достижение далее а чё б ранг сам ты б ранг как это должен был получить с ранг ну ладно нет требования такого проверьте карту на предмет доступных заданий по мере выполнения заданий сюжет будет развиваться постарайтесь брать максимально возможное число баллов каждом задании вы можете стрелять по врагам разбивать машины или гонять на большой скорости чем лучше у справитесь делом тем выше будет ваш счет списке лидеров окей и тут кстати новый тип заданий транспортной потери появился я вижу два задания здесь давайте посмотрим что тут у нас пройти первое задание джиме свин дэта первый шаг есть она у 7,4 процентов игроков а тут множители за 10 заданий а в джиме вид это десятикранный коэффициент джиме вид это это другое а это в joy's adventure окей ну раз тут первое задание чё сразу его и делаем вы снова на свободе вы потеряли все кроме храбрости и жажды мщения этот город держит под контролем двое два босса которые не понимают другого языка кроме крови насилия два предателя которые не остановятся ни перед чем ваша задача уничтожить их организации потом убить их самих окей транспортные потери главарь банды большой сэл гравина ваш старый друг который сначала выдал вас а потом пытался убить вас тюрьме он первый в списке банда большого сэла каждый месяц возит в сша сотни краденных машин избывает за большие деньги покажите сэлу что вы вернулись уничтожите партию машин в долгах окей это можно нет хоть оружие есть есть даже без него отправлять с доки и уничтожите отмеченные цели но я буду следовать в этом прохождении длс тому же правил что и в прошлом то есть вырезать эти однообразные поездки все остальное показывает только контакт ну типа мы подъезжаем и все такое меня встречать кто-то будет тут ачивок я посмотрел очень много я изучил есть есть ачивка 100 тачек взорвать всех подряд или только вот эти вот сюжеты еще есть ачивку вот именно в этом длс из каждого оружия по убийству сделать я круто вообще ты просто крутейший из этого оружия есть далеко побежали врешь не уйдешь есть еще героя учет как-то просто но я не против хотя то длс тоже начинался вроде как просто для собаки с другой стороны до пролить безопасную точку это вся охрана два человека они конечно вас постреляю тут надо есть ачивка 100 кило сделать поэтому постараться в голову все с обычными пестиками и вот мы и на месте с ранг было просто а вот чисто по интересу какое место 6500 нормально нормально не звать что в любой момент можете воспользоваться любой из трех ваших квартир а но квартира вернули бесполезно тоже вместе живем у каждой квартире есть гараж где можно ставить машины гаражи общие все квартиры так что все ваши машины всегда с вами расположить квартир отмечен на карте но это в принципе те же тексты что в прошлом длс но я все-таки зачитаю их справедливости ради квартира у нас действительно не поменялись раз два три задание на угон машины если вам нужны деньги возьмите заказ у автодилера они часто предлагают угнать машину на заказ так что можно очень неплохо заработать нашему клиенту нужен шуберт пикап этот легкий грузовичок то что надо чтобы возить контрабанд с побережью empire bay окей это несложно звучит мне сейчас опять на другую часть города будет надо будет ехать а нет на этот раз это все рядом окей мне это нравится тогда даже записи включать не буду блин а время как быстрее это можно разбить сопротивления даже никакого не будет ну я взорву тачки типа ачивка на взрыв это никто не поменял а вот этот я забираю давай вытрякивайте а ты с пушкой капец а он сидел и смотрел все это время далеко ехать ну вот эти поездки если они однообразные их буду вырезать приехали изи и за это нам дали 1960 ну хоть какие то деньги облезлый хвост вы выследили пепе гамбина пепе мелкий поганец который возбуждается избивая проституток любитель бдсм чека но он ужом увивается вокруг села гравина может он выведет вас на своего босса проследите за ним кто знает может и пепе на что-то годин следуйте за клиентом не попадайте ему на глаза ну как бы вот мы сюда приехали ну типа надо сейчас за ним ездить по трафику ну наверное не знаю насколько это будет долго и интересно давайте наверно ускорить этот сегмент вот 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 что будет Vertigo это Продолжение следует... Продолжение следует... Необычно побежал... Убейте Пепе Гамбин и его дружка... Мистер Солери передает привет... Продолжение следует... Далеко она... Ну так... Приехали... И... Эсран... Ну это было просто... А за миссию нам что-то дали... 60 баксов... Блин, кто эти деньги дает по руфлу нам... Следующее задание на угон... Смит Кауп... Мой племянник собрался жениться... Я хочу подарить его на свадьбу Смит Кауп... Я заприметил один такой, над которым уже хорошо потрудились... Идеально подойдет племяннику его новой семье... Угнать и доставить гараж... Окей... Пожалуйста, свадебный подарочек... Тут рядом... Прекрасно... Ну прекрасно же... Наверное, да... Это я взял тачку этого самого челика... Которого убили... Пепе... Эпизодические персонажи с именами... Которые появляются на одной миссии... Солка, которых мало... О, вау! А машина... Красивая... Эй, гризер, стоять! Неплохо! Вылезай! Хе... Хе... Ну хоть какое-то разнообразие эту миссию... Потому что радует... В сравнении с предыдущим ДВС... Выглядит не так скучно... Приехали! Беранг... Сам такие... Сами такие... Сами Бераста... Беретта... Бер... Ну, короче, Д-260... Я решил ради интереса заглянуть в гараж... Потому что, ну, в каждом... Как бы свой транспорт... Тут Вальтер Ютилити... Я такой машины вообще не знаю... Казак известный... Ну, это... Обычная машина из ДВС... Вальтер Ход Роуд... Вау... Кавка... XT... Тоже первый... Вау... Визитная карточка... Вы только что узнали, что ирландец еще дышит... Тэм Броди... Грязный ирландский ублюдок... Столько лет работал с вами... А потом подставил... На всякий случай... Ну, раз ему жить, надоело помогить старому другу исполнить его желание... Говорят, он крышует бензоколонки... Разнесите парочку его автозаправок... Тэм сразу понимает, что вы пришли за ним... Вот первая автозаправка... Нас, естественно, встречают... Я закупил с новым оружием... Поэтому сразу по одному киллу с каждого протяжу... Ради ачивки... И магнум... Все, никого... А как разнести... Ну, наверное... Отойди... Не знаю, это, наверное, не зачтет... Но... Я сделаю вот так... О! Томпсон! Блин, за мной копы, да? Это не я! Оно само взорвалось! Там курили на заправке! Ну, я подъехал... Меня тоже встречают... Блин, это ирландцы... Нет, не ирландцы... Хотя, может, ирландцы, но... Не знаю... Магнум! Есть! Томпсон! Есть! Управляйте в безопасную зону... ПП... Я видел белого мужчину с пистолетом! Если белый, ты... Вау! Новое оружие! Понял! Ты показался, это не пистолет, это... Зажигалка! Вообще, это не пистолет было пулеметом... Хотя мы стреляли из него, ну ладно... Аккуратно! Ииии... Задание выполнено! Выполнено! С-ранг! Ну, ладно, если в таком формате их проходить... Не как магазин расстрелить в прошлой части, а заправку взорвать, это еще ладно, куда не шло! Дальше у нас груша по-ирландски! Похоже, темп снова взялся за старое... Эх, каждую ночь берусь на старое... Шантажирует лавочников за мелочевку! Его громило разгуливают по улицам, как хозяева, а перед ними все трясутся! Кто должен посадить их на поводок? Ну, хоть не на бутылку! Избейте ирландских громил, чтобы другим было неповадно! Но не убивайте их, а то некому будет пугать народ шрамами! Избейте всех ирландских рэкетиров, но не стреляйте! Угу... Ладно... Далеко они? Да нет... А я так доеду... Это задание, конечно, знаете, как-то, честно скажу, поинтереснее. Как бы провели разработчики работу над ошибками. Во-первых, они не такие сложные, во-вторых, они как-то, ну, более динамичные. У меня есть какие-то. У меня есть какие-то. Поймайте и убейте двух остальных. А, кулаками уже орудовать не за чем. А, окей, тогда ладно. Начните. Ой, подскользнулся. Ну, типа, я его избил, окей. Остальных убить, да? Бен с Диэсом. Возьмите безопасную зону. Ну, это было несложно. Мне, кстати, вот этот ППшка зашел. Мне он нравится. Что-то типа советского... Или нет, не советского. Нет, это модификация винтовки. Да полиция, я налог заплатил на убийство. Отстаньте. Занимаешься фигней. Ломай окно. Подозрение в угоне машины. Стой! Да. Капец. Окей. Это было несложно. А, вот. Что-то страшное. Самый изёвый из ранг. 1300. Нифига себе. Дальше по плану угон к... Дальше по плану угон Hank Fuel Truck. Один из моих лучших клиентов. Хозяин гаража. Продает запчасти, берет у нас машину на запчасти. А ещё продаёт бензин. Обычно краденый. Угонит для него бензовоз Hank Fuel Truck. Пока у клиента бензин не кончился. Окей. Вроде звучит несложно. Я тут зашёл, купил комплект оружия. Блин, полиция. А далеко вообще тут? А, ну тут ещё ер. Извините. Да, пожалуйста. Вообще, место знакомое. Я тут намучился с копами. Вот и с этими, с китайцами. Я буду попутно взрывать тачки, потому что это требует... Ачивка. Вау. От него взрыв больше. Ну что? Есть кто? По-моему, когда я ехал, тут был какой-то челик. Или мне показалось? Ну, с челика я не вижу. Видите, машина крайне осторожна. Он может взорваться. А-а-а. Типа добавили вот это к ключу. Ну, здорово. Приехали, наконец-то. Весь комизм ситуации заключается в том, что... Она реально взорвалась. И... Изи. За это нам дадут аж целых... Почти три тысячи. Дальше по плану Доброе Слово. Торговля сигаретами и оружием на черном рынке приносит целу гравина большие деньги. Ему плевать, что и кто... Что и кому продают его подручные. Даже детям. А-а-а. Дети выкурят сигару. Все. Найдите этих торгашей и преподайте им урок гражданской ответственности. Так, как будто мы из-за этого вот это решили в порядке. Ну, никакой стрельбы не противоречит же собственным словам. Избейте вы лично торговаться, но не стреляйте. Опять? Это же уже было. Эм... А... Машина была, стояла рядом. Ну, ладно. Стой. Я попользуюсь. А, тут рядом. Спасибо. В принципе, эта машина не нужна. Да ладно, раз уж вы забрали, но все равно чем-то надо передвигаться. Я тут... Ну, надо, в общем, будет еще сделать ачивку, но мы в любом случае ее сделаем. Если не сейчас, то лучше в другой раз. Делать покелу с каждого оружия. Я уже и договорил, но, тем не менее, просто ассортимент расширился. Так, че, пацаны, с алгравина? Иди сюда. Продаешь сигарет? А продай-ка мне вот такую сигарету. Дышь, дышь, дышь. Хе-хе. По-моему, все. Избейтесь от следующего торговца, но не стреляйте. Ну, ладно. Это было слишком просто. Ну, я. Опа-оба-оба. Опа-оба. Там. Вам показалось, он споткнулся. Что творите-то? Мне тут, типа, драться надо. Кстати, у них скин похожий, ну, как меню, в костюме. Начало игры. Обучение драки завито котлету. Ну, давай. Убейте последнего гангстера. В смысле, убейте. Мы же их избиваем. Будьте осторожны. Третий знает, что вы идете за ним. Ну, давай, садись. Типа, он сейчас нас с оружием встретит или что? Да они маньяки. Они живыми не берут. Можно обыграть те же слова против них самих, сказать, что они маньяки. Чего вы по мне стреляете? Вы меня можете не расстреливать. Да ё-моё, на поворотах заносит. Предполиция. Дарасьте. Ау. Да вы маньяки. Мне ещё нравится, когда логика, они вас так преследуют, толкают вас. Вы сбиваете пешехода, они вам повышают рейтинг. Типа, да вы маньяк сбивает людей. Вроде бы отстали. Застрелить. А, ну прекрасно. Так, подождите, я хочу пупелу из каждого оружия. И не помню, с чего я стрелял. Это копа. Вправить в безопасную зону. Вправить в безопасную зону. Ну подумаешь, я не дал ему арестовать. Ну он бы вся он был взятком. Ну, мы встали включить дурочка типа, ну ладно, глянь. Отстать. Изи, С-ранг, списки лидеров. 6600, неплохо. Угон Шуберт Беверли. Привет, Джимми, спасибо огромное за помощь. Я у тебя в долгу. Кстати, о долгах. Один из моих ребят оставил сегодня в городе Шуберт Беверли. Если хочешь, забирай его себе, только берегись копов. По-моему, тачка в угоне. Так, в гараж зачем он у неё? Или типа финальная миссия? Далеко он вообще находится, но тут рядом. Я заметил, что последнее задание, что в первом DLC про предательство Джимми, что вот во втором они, именно по угону транспорта, они заканчиваются тем, что вы типа в гараж угоняли себе машину. Но там это было прям почти в конце игры. А тут ещё не конец. Но опять же, я ещё не уверен, что это конец. В смысле, это последняя будет гонка. Кто его знает. Ну, надо же как-то накапливать взрывы. А как вы туда припарковали? Можно спросить. Вау. Ну, типа, машина прикольная и всё такое. Но... А, на реальном розыске. Вот видите, машина пашет в квартире в Остер Бэй. Так тут есть поближе квартира. Почему я должен ехать с собой дальнюю? Ну да ладно. Такова специфика. Очевидно, денег мне за это не дадут. А, всего ещё и второго уровня. Здравствуйте, полицейские. Да, 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 да. Да всё, всё, вот он я. Я не сопротивляюсь, я плачу. Я плачу налоги. Я плачу транспортный налог на эту машину. Всё, отстаньте от меня. Давайте решим вопрос мира. Ладно, теперь брысь, пока я не передумал. Брысь. Всё, машина теперь не в розыске. Только время потеряли, ну да ладно. Успеем. Отмыли машину за 100 долларов. А чё, выгодная сделка. Хороший такой ландромат вышел. Теперь я могу на этой машине, при желании, если у меня оно будет, а у меня его не будет, смогу кататься не под розыском. И не идти перебивать номер. Там, кстати, чуть дешевле будет, а по 80, по-моему. Или что-то около того. Но, блин, это время тратить. На перегон. А вот так. 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 Ну и типа мы приехали. Секунду тикать начали. Изи квест. Но это не последняя, походу. Денег мне за неё не дадут. А, нет, 1350 дали, но это не последнее задание. Рагу по-ирландски. Ребята, Тэма Броди только что угнали целый грузовик сигарет. Он стоит себе во дворе у Диптонского моста, пока рыжие никак не придумают, что с ним делать. Есть в Хантерс один человек, который покупает сигареты. Оп, там ему отвезите грузовичок. Окей. А при чём здесь рагу по-ирландски? И картины, кстати, тут нет. Тут рядом. Взял тачку из гаража. Там рофл в чём? Ну что в гараже, ну рядом с квартирой, было там 3-4 машины. Я их начал взрывать, родящих взорвал всех, кроме одной. Копы начинают набегать, уже бегут к дому, но типа не видят. Я стреляю по последней машине, там бах, раз-два-три, а без замок с другой стороны. И пока, в общем, я это перешёл на ту сторону, взорвал в итоге, они уже почти подбегают. И ко мне вопросов не задают. Просто берут и идут, такие, а, ну здрасте. И всё. Понимаю, тут перестрелочка будет, да? Я со всего оружия буду, если такая возможность имеется. Вот, всё, по-моему, перестрелять. Но это базовый пистолет, базированный. Всё? А где экшон? Где сложность, как в прошлом DLS? Давай, вытрякивайте. А, ну, кстати, вот ещё один. Неплохо. Неплохо. Эй. Склеил ласт. Садись-то. Расставить украденные сигареты. Привет, полиция, тут всё законно. Без валюта так. Вот типа подобного у меня было с этими, блин. Жёстко. А, правда, куда мне ехать-то? А, ну ладно. Причём, получается, Джимми у нас умнее ирландцев. Те пока думали, куда сбыть. Он уже знает, кому туда отправить его. О, знакомое место. Говорю, не нас встречает там хоть чувак странный будет? Подождите, я грузовик сдам, потом будете пытаться меня штрафовать. Чёрт, сколько штутер-ландцев? Убейте их всех. А, или Джимми всё-таки лошара. Я думал, он не лошара. Извини, коп, ничего лишнего. Супер. Гризган. Ауч. Вот это нечестно. Ну я снова на это не куплюсь. Давайте сделаем по-вумному. Просто проедем и там зашкеримся и отстреляем их с пулемёта. А ещё, кстати, я эффективно использовал оружие, даже с гранатой убил. Осталось только с одного пулемёта, из имеющегося убить оружие. Сейчас мы их просто не стрелять. Так. Это вот с вот этого. Ну что? Неплохо. Кто на тарелочку? Ну что, с этой стороны бежите? Отправляйтесь в безопасную зону. Ну, я так понимаю, мы сигары продавать не будем. О, ПП там с М1А1. Слушайте, вот это вот такая крутая пушка. М1А1, он только у полицейских 4-го левого. До зоны тут... Ладно, оружие убрать там, противопыт. Да-да-да. Здравствуйте, полиция. Тут перестрелка произошла, но у меня оружия нет. Типа, это не я был. В общем, меня не трогайте. Мою машину кто-то сюда подогнал. Это полицейские! F-чувакам. Или это нас эти ирландцы. Короче, не знаю, что тут было, но... Окей. Я не возражаю. Изирант. Сколько тут? 1400. Это очень хороший результат. Угон Шуберт Херс. Мне тут позвонил какой-то ненормальный. Хочет Катафалк. Шуберт Херс. Говорит, ему все равно, использовался он или нет. Ладно, не будем выяснять. Катафалки обычно стоят в церкви. Необычное задание. Зачем он его решил угнать? Устроить кому-то веселые похороны? Наверное. Наверное. Кстати говоря, к Жузеппе я заезжал. Купил у него коктейль молотого и кольт особый. Интересно, то, что дождь идет, это сопало или нет? Подвоха нет. Подвоха нет. Подвоха нет. Забавно, что мы угоняем его с гробом. А еще более забавно то, что в этой игре не все, по-моему, с гробами нету без тела пустого. Вот если брать GTA San Andreas, не могу не сравнить. Там же тоже есть Катафалки. И там в каких-то Катафалках есть гробы, в каких-то нет. Продолжение следует... Ну, типа, приехали, там какой-то чувак на крышу запрыгнул. Это было странно. Изи. За Катафалк нам дают аж целых 3000. Не густо. Цистерны. Ну, хоть не цисги. Так. Гравина перевозит контрабандный бензин по стране в автоцистернах. Каждый из них стоит ему многие тысячи долларов. Наверняка ему будет очень обидно, если они пострадают. А бензин, между прочим, горит. Уничтожьте цистерны. Все цистерны. Не дайте им уйти. Окей. Цисгендерные цистерны. Уничтожьте все автоцистерны. Не дайте им уйти. Они, типа, двигаются, да? Окей. А сколько их всего? Наверное, три. Но это не точно. Вот полиция, как всегда, вовремя, да? Сейчас начну его расстреливать эту цистерну и полицию. Опа. Ну, летали вообще. У меня нет времени, чуваки, ничего лишнего. А я могу их проторить, чтобы они взорвали себе такие работы? Это когда мы вводим цистерну-то? Ну, ладно, не суть. Эй, цис... Циси, стой. Стой. Стоп. Фигаси. Вот это дерзко. Короче, в бане не буду с вами церемониться. Ой. Остальные грузовики стоят на заправке Westside. А! Ну, во-первых, надо убить с коктейля молотого, джузепповского. Это тяжелое для убийства относительно оружие. Ой. Мне нравится их нулевая реакция. Что, не умер? Гори воду, урод. Эй. М1 еще остался. Ну. У нас тут убийство! Бег по оружию! Остальные грузовики стоят на заправке Westside. Это что, мне по нескольким еще так проехаться? Ну, я не против. О! 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 эти вот мы подъезжаем это чуть не убили копы вы это не знаю видели не видели много блин надо кого-нибудь томсона пришить такого м1 там вашего рафлите взрывайся ты это что-то взрываться не хочет теперь хочет отправить в безопасную зону ой еще так далеко вот так не договаривались ола 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 блин одни тупики ну типа и от не сбежал наверное не сбежал фух вот приехали здесь месяц под конец не убьют это будет обидно с иран яс индить новый угон гаи 353 military truck подвернулась хорошая работа надо угнать гаи 353 military truck и поставить в гараж только поаккуратней грабить армию не самое безопасное занятие грузовик могут охранять солдат блин слушать это звучит конечно очень странно но уже удивляться ничему не приходится кстати там еще купил же у джузеппе пистолет особый с него тоже надо сделать скил и я не знаю солдаты будут считаться за врагов или нет ну оружейный король меня убили но это ладно это я переиграю давайте посмотрим ачивку убить в джиме с виндетта по врагу из каждого оружия имеющиеся в игре все теперь можно спокойно бегать чем захочешь 73 процента 49 и 67 и есть эта ачивка у двух процентов игроков сори мисклик драйвбай такая охрана тоже обычно ну да он реально военный ну блин капец далеко ехать то все 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 поехали 4 4 розыск дали за это капец ну ладно ой какая скорость езды прекрасно а у них колесо пробитом еще под дождем едем круто это было красиво и с профессионал сталь 3710 блин а там реально стоит меховое ателье панда ирландца сперла из бутика в исайском торговом центре меховых шуб на 30 тысяч отличного улов но куда стариня том столько денег пропьет же уничтожите ящики шубами чтобы их нельзя было продать блин вот то есть пропить нельзя типа отомстить не 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 надо тут рядом все уничтожите краденый товар но я наверное буду сразу с боем типа наверно тут все рядом лучше так пробегать ой так кнопками скрипт я круто еще не крутейший так 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 дам тарелочку копы копы ко мне кстати не загорелись и я не против а ну уж гада вообще неплохо это подстава так как убегут я делаю что типа не с оружием блин вот за что полиция а враги еще есть не там до модификатора x2 не хватает ладно ну копы ну не надо не менее я законопослушный гражданин заплатил налоги все еще 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 не стреляйте я не нарушаю закон это все украденные шубы краденые можно расстреливать отстаньте уходить я заплачу налоги потом там пошлина не уплачена была на них все нормально они и так незаконные вам не заплатили за это денег блин а вот слушайте а тут там отправлять безопасную зону да все 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 я отстаньте я заплатил налоги нравится как они так спокойно бегают за мной даже не пытаются меня остановить блин ну тут можно это машинки проехать блин ну отстаньте я вам я поделюсь я потом чек вам пришлю я вашу машину позаимствую не против пока чего блин слушайте это просто разнос копов это кидалово ай 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 это копы это не копы чуваки ухопа нет в ирландском ай или копы купы не могут по-моему стрелять у меня вот такой внутри лететь что там происходит отстаньте миссию дайте закрыть фух пронесло пронесло миссия я не трус вы нашли вы вышли на крутого фрэнки это большой человек из другого города который приехал сюда чтобы разрулить затяжную войну за сфер влиянием если фрэнки вдруг покинет сей бренный мир у мерзавца гравина будет очень большие проблемы с комиссии убить крутого фрэнки окей потому что он крутой поэтому должен умереть принципе она она будет охрана какая-нибудь что-то типа того вообще тут очень много флэшбэков на предыдущий ну на оригинальной играться кто там вот этот грузовик сигарами как не продавали о для нее специально похоронка лет для нас так а правда виски это его машина типа что-то как-то как-то не это м не внутрь что-ли надо там закрыт убейте крутого фрэнки что-то не врубаюсь ну а где фрэнки то сам правда как не убивать сделан вообще и догоняю а запустился скрипт это ловушка делайте что хотите чтобы выжить делать что хотите покойный но смысле убить кого хотите или что зато тут можно ачивку сделать если еще выпадут или не выпадут это все небо еще двоих чуваки блин слетела комбо а ланта доходы раздадим виски это специально для нас походу подготовили два щита снайпер ну что такие очки все спокойные ночи что же такие а у меня есть автомат давайте шоу мелочи ват или можно сделать это вообще а поманки а поманки флип неплохо а все ну наверно можно текать вроде все убиты тут недалеко кинули нас врачу фрэнки вот же ж гады даже дверь закрыли в машинах машинки крутые кстати шубер 38 еще и раскраска такая хе-хе-хе да а то машинку с уникальным номером можно наверное сохранить в гараж но у меня на как бы ни к чему вообще миссия довольно забавная а там еще и перестрел я поехал что-то так нибудь не чтешь ну ладно правитель безопасную зону это точно безопасная зона ну типа миссии мы начинали отсюда изи изи лэмон сквизи угон беркли кингс фишер кинг фишер вау это походу последняя миссия судя по всему ну из угонов слушай джимми хочешь добрый совет обзаветись приличной тачкой я еще не видел чтобы ты приезжал приехал не на ведре с гайками сам понимаешь встречают по одежке ну в наше время по машине кстати костюм типа лично не повредит но я машинами занимаюсь короче я знаю где стоит неплохой беркли кинг фишер хочешь забираю его и он твой окей были взял тогда загадил джимми типа ты такой этот едешь на всяком хламе на всяком и на всякой ерунде туфте а ты садись к приезжай нормально тачки ну просто я предполагаю что это последний миссий потому что опять тоже угон лично к нам в гараж плюс как вот этот вот заставка была для длс очки с картинками может быть как связано но это опять же гипотенуза в чем-то подлух есть подлух нет ну ну прикольно типа до машины стоп-тюнингом и как она в динамике и к нам ехать а ну востер бэй я просто чуть-чуть покажу на эти поездки но типа я приехал я все-таки вырезал этот сегмент потому что тут то блин врежемся в это перекрытие не получится выехать то там блин грузовики сложные задают в общем всякие приколы происходят тачку кое-как я все-таки довез за нее нам денег ну символически 930 далее все-таки это не последнее задание ну на этой красивой ноте я предлагаю закончить первую серию все-таки может быть даже и за два за две части получится пройти как предыдущая длс спасибо что были с нами смотрели это видео если что-то не сделали обязательно подпишись на канал поставьте лайк включить уведомления не забудьте писать комментарии под этим видео вынесли с вами встречи видео с вами старым добром консервативном канале всем пока не забудьте подписаться на канал а 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 и и Продолжение следует...